Можем останавливаться? Нет. Что вам запрещено на пешеходных переходах? Разворот, долгая стоянка, движение. Полная аудитория, внимательные слушатели и самое современное оборудование. В АХЕ работает новая автошкола. На ее организацию ушло долгих полтора года. Как только были получены последние разрешительные документы, автошкола открыла двери для будущих водителей. Я очень давно хотела получить свои права с 18 лет. Давал мне отец водить постоянно за территорией. Муж тоже учил меня водить. Сюда я пришла в сентябре. Мне сказали, что открывается новая автошкола. Мне очень комфортно. Мне нравится и теория, и практика. Все доступно объясняют. Вождение тоже доступно. Показывают, объясняют, рассказывают, как нужно сделать, как неправильно, как говорится, сделают. Данил Дедин. Курс обучения в автошколе получил в подарок от родителей. Эту автошколу выбрал. Не я сам выбрал, за меня выбрали, можно сказать. Так неожиданно. Для меня это сюрприз был, что записали меня. Так как подарок сделать. Родители. Обучаться здесь мне весьма даже комфортно. Мне, правда, сравнивать не с чем. Но очень быстро я понял. Я, можно сказать, начинал все с нуля. Прямо с нуля. И весьма в каждом занятии все понятно и доходчиво объясняли. Потихоньку и понятно. И запоминается как раз. Вождение также тоже на механике полностью с нуля. И весьма даже неплохо получается. Андрей Воронов в этой сфере работает уже 23 года. Начинал мастером, был механиком и преподавателем. И всегда мечтал о своей автошколе. Ну, мы с моим другом Матвиенко Юрием Михайловичем организовали эту автошколу. Очень трудно было. Год и четыре месяца мы ее организовывали. То есть, финансы где-то были, где-то нет. Соответственно, мы все начали покупать заранее, еще за два года до открытия этой автошколы. Наша школа получила лицензию на ведение образовательной деятельности 6 октября этого года. В автошколе АХА полный штат сотрудников, прошедших аттестацию. Но на самом деле, по-хорошему, позавидовать можно не только преподавательскому составу, но и материальной базе автошколы. Сегодня здесь шесть новеньких легковых машин, которые укомплектованы по всем требованиям. Отличный автополигон и мастерская. Аудитория, где проходят занятия, тоже оснащена по последнему слову техники. Можно было бы набирать группы для обучения езды и на мотоцикле, но помешала зима. Занятия по категории А стартуют в школе с 1 мая. И скоро можно будет идти учиться на категорию С. С 10 января мы планируем набрать группу взрослых, вечерников и детей. Всех школ 10-11 класс, плюс техникум, плюс лицей. Мы будем с ними работать. То есть они у нас будут заниматься не три месяца, а четыре. То есть они будут проходить устройства, лабораторно-практические занятия. Все досконально. Но и это еще не все. Планов у организаторов много. В частности, более плотно заняться профориентацией подрастающего поколения. Мы планируем развивать еще и детскую автомобильную школу. То есть как раньше было УПК, учебно-производительный кабинет. То есть давать детям и образование, пускай механик, пускай автослесарь. Давать категорию еще обучать на АБЦ. И, соответственно, мотоциклы. Ну, это все очень интересно будет детям, потому что у нас в Ахе давно такого нет. Поэтому печально. А мы сейчас решили все с Юрием Михайловичем это организовать. Здравствуйте. Я действительно очень много чем занимаюсь в этом городе. И, в числе прочего, достаточно большой транспортный бизнес у меня. И не понаслышке знаю, как трудно найти хорошего водителя. Поэтому, когда Андрей Владимирович предложил заняться автошколой, учитывая, что у него уже и коллектив весь имелся, и даже накопленные учебные оборудования, я согласился и вложился в это предприятие. Вот полтора года активной работы. Предоставили класс автошколе, предоставили производственную базу, купили автомобили, плотно работали над лицензированием. Вот на следующий момент, слава богу, благополучно открылись, работаем. На сегодняшний момент активно работаем на С-категории. То есть у нас уже присмотрен автомобиль. Проблема с учебной площадкой, потому что имеющаяся у нас площадочка, на ней автомобили грузовые не очень вписываются. Если бы наша администрация немножко пошла нам навстречу и предоставила площадочку, это бы сильно-сильно нам помогло. Кроме того, в работе учебы по спецтехнике у нас. То есть у меня вот есть и погрузчик, и экскаватор, и трактор. Все это мы можем предоставить автошколе. И уже в ближайшее время можно было бы начать тоже. Но вот сейчас, в настоящий момент, проблема у нас по учебной программам, мы над этим работаем. То есть я думаю, в течение ближайшего года у нас будет обучение по спецтехнике. Кроме этого, мы планируем расширяться в сторону других различных образовательных программ. То есть вот в настоящий момент еще работа над обучением охранников у нас идет. Тоже в ближайшее время будем, я думаю, учить и на охрану. Открыть отделение для картингистов – это пока еще только мечта. Все решаемо, но нет полигона. У нас нету площадки для этих целей. Она должна быть ровная, гладкая. Ну, Юрий Михайлович мне говорит, ну, может, организуем. Ну, и будем как-то организовать это все. Мотокросс у нас будет. Уже приглядели площадку кольцевую за большими локаторами, где раньше было. Ну, и, соответственно, что-то для детей будем развивать. Может быть, попробуем организовать им пулевую стрельбу, то есть пневматика. Да? Оружие есть, пистолеты есть. Все в наличии есть. Только нам надо помощь нашей администрации. Ну, какая вам помощь нужна от администрации? Хотя бы они, чтобы выделили какой-нибудь участок земли под развитие картинга, мотокросса, вот это, велосипедного спорта. Может, какое-то помещение будет наглядное, чтобы мы могли там развиваться. Чтобы дети у нас ключами работали, в мазуте были все. Ну, это интересно же будет. А то есть, ну, это вот типа автомастерских что-то, да? Лабораторно-практические занятия. ЛПЗ, как раньше было, так мы и хотим сделать. Занятия в автошколе АХАС стартовали 10 октября. Первый выпуск получит права категории Б уже 13 января. Редактор субтитров А.Семкин